итак очередной раз карта про луну короче говоря макет лунной поверхности это море спокойствие это море изобилия тут вот в двух местах есть места высадки космонавтов как бы вот где-то здесь кажется здесь тут разбилась летающая тарелка здесь вот где-то челнок кажется находится ну короче говоря на колесных машинах что-то не особо классно получилось ездить всякую я наставил технику танк марк 1 1 марк 4 1 мировой не имел башен белую армию поставлялся царь не успел использовать поставлялся в белую армию я здесь вроде бы как он тут неплохо башни он правда не имел такую руб как у пушки вот в таких вот казематах находились танк т-80 btr 80 я вот так и не испытывал военную технику посмотрим это вот такая машина мтт называется американская она может в том числе буксировать и ракетные тягачи в том числе с ядерными ракетами все колеса на независимых подвесках конечно полноприводные 8 8 это советский массы ликтаз брянске то есть учета как-то у него намного проходимость я думаю слабее наверно много американского обращает внимание что под мотор на американском ведь он тоже стоит сзади но он настолько компактный вообще офигенная какая-то потом конечно у него листовые ресурсы вот это какой-то тоже интересный очень тягач вот это монстр трак стоит я думаю это все фигово себя покажу вот это тоже какой-то какой-то вездеход ну чё то я думаю трак-флаб что ли как называется колеса сзади что-то он наверно не поедет здесь багги традиционные вот и фордовские тоже полноприводные автомобили ну чё нафиг начинаем все машины давай начнем с танка я не знаю мне кажется это ерунда меня кажется это какая-то ерунда я ну чё я сейчас я не знаю Ну, мне кажется, это какая-то ерунда. Бега, он нормально, они едет. Из рук, ты что ли, вид? Одна пыль поднялась. Мне кажется, на такой хер нет, а любую дверь. Он еле-еле ползает. Не знаю, он доползет ли вообще до города. Скорость у него 5 километров сейчас. Мои его занозы тоже. Ну-ка, кстати, посмотрим. Нет, никаких вообще там у него нет. Блин, никакой. Поедет ерунда, помню. Там до города на нем не доедет. Сзади двери. Другу он завтра будет перебить. Вверху прям. Далеко он... Он, кажется, переломается. Далеко на нем не уедешь, короче. Какая-то херня, короче. Какая-то херня, короче. Да, надо его везти на чем-то. Кстати, вот на... Вот это там... Тегаче советском ракетном. Он есть даже с платформой. Вот, проедет. Так-то проехал через... Понятно, что на нем никуда не особо не уедешь. Так, АТ-80Д. По БТР-голбану. Зараза, БТР перевернут. Тоже что-то его... Смотри, как заносит. О, вид из... Наверное, места водителя. Больше ничего тут интересного. Хрен его знает. Он, в общем, проходим. Им до гор-то нифига не доехать. Медленно едут. Паразиты такие. Ну, тут же, конечно, он лучше через камни переваливается. Наверное, тоже опрокинуться может. Тебе тоже не особо-то. Сто-процентно, как говорится, проходим. Да, конечно, на Луделку поедет. Мечта. Розовых. Едет медленно, конечно. Тут Первая мировая вообще полная хуйня. Так, ну-ка, давай-ка посмотрим сейчас. Что у него вообще есть? Нифига, что ли, нет? А что, органов управления вообще нету, да? То есть никаких пушки у него нифига не работают. Ну, понятно. На БТРе там что такое, что работает? А тут нет. Ну, на нем, наверное, хрен уедешь куда-либо, потому что это очень медленно получается. Я просто бы хотел посмотреть, вот гору-то мыкинет хоть. Ты тут до корта на нем не доедешь. Медленно едет. Сейчас опрокинется как нахер. Все, пиздец. Пиздец. Уехал. Нельзя сказать, что он особо-то углюжий. Может, по-углюже и москвича. Но все равно не особо-то углюжий. То есть тут в этой фигне она ничего не поедет, что ли? Сейчас опять опрокинется. Ну, сейчас... Ну, тоже фигово. Нет, а прокинулся. Я уж теперь не помню, куда я ехал-то. Знаешь, что ли? Особо на нем не даже до горки. Что-то я его не могу нормально доехать. Ну, зараза сейчас. Все, пиздец. Еще так крутят, видишь, сколько пыль. А тут ведь телепортироваться-то никуда не дает. Это опять опрокинется. Короче говоря, что-то ему даже до горки доехать. Так понимаю. Полный капец что-то. Да он, наверное, и тяжелый очень. А тут ведь на самолете вместе жмит клубка есть. Так можно попробовать поставить. Надо будет как-нибудь испытать. Поставить где-нибудь датки. Посмотреть. Можно вообще ничего в него попасть? Что-то будет происходить. Задача добраться до летающей батарелки хотелось. Но я вообще не знаю даже. И куда гордо нифига не доехать. Хреново едет, короче. Я там ново-лоджик на танке вроде неплохо по арисовым поле обгонял. Его там подкидывает, но вроде как нормально все обгонял. А по арисовым поляне тоже суздает для проезда там все время. У Ираки какие-то здесь непонятные. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это вот с моря спокойствия. Плотом моря спокойствия. Ну как огромная тоже лавовая равнина. Субтитры сделал DimaTorzok Можно даже вот это все, что же кратеры бегают. Это вот явно видно, что кратеры бегают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Она вся как бы создана. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Офигово всё. Ну тут надо-то вот сюда же ехать. Так, а в БТРе... В БТРе какие-то тут. А вот открываются лючки, давай-ка посмотрим. О, клавиша О. Открывает лючки. Ф. Позволяет башню двигать. Ну так, Степа-то, конечно. Т и Ж, наверное, наклоняют. А, это всё стёк такой, непонятно. И снутри тоже, по-моему, видно. Посмотрим в БТР. Как вести ход как-то сделан неплохо. Т и по-моему. Тоже его жёстко. Сама-то модель не вмахает. Это она не управляемая. Мне ее очень сложно удержать. Сейчас опрокинется, наверное, да? Все ездит к ряду, возьми. Он очень тяжелый, никуда их не уехал. Летает только так. Наверное, до горта не дают. Танк-то, конечно, до 80 едет, но нет. Опять еще прокидывает. Танк-то... Танк-то... Парал вверх и на outdoors. Танк-то... 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 Продолжение следует... 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 Топливо она жрет немеренно. Какие мощные редукторы. Все на раме висит. Очень мощная конструкция. Очень мощная. Вал весь надежно туда спрятан. Вот единственный недостаток. Например, он длинный. Он может виснуть. Хотя вот колеса все равновесные. Черт его знает. Надо знать. Ну, окоп-то он без проблем в любой переедет. Бригаду окопа, значит, не проблема. А вот громадные валуны. Вот это тут надо знать. Надо какую-то сложную делать конструкцию, которая бы насекомая напоминала. Вот, слушай, заезжает. Едем, едем. Какая она мощная машина. Из какого кратера я вылез. Только что надо бы, конечно, улететь. И все, мы опять летим. Да и летим, да это высоко же, блядь. Охуеть. Мы летим. Вон там солнце висит. Летим. Ах, полет нормальный. Короче. Вот там где-то высоко летающая тарелка не висит. Отъехал. Ну пиздец сейчас, конечно, будет. Фигуру нет. Капец. Очень глубокий кратер. А покрышки, кстати, у него не особо зубастые. Но, тем не менее, это позволяет ему выбираться. Ну что, выйдет, наверное, теперь. То есть это самая лучшая машина пока. Для вот таких каких-то фиговин, где никак не вытянуть. Сейчас если вытянет, так вообще молодец. Что-то у него же скорость-то, конечно. Что-то он нифига. Что-то поехал назад, зараза. И все, что ли, ничего не сделает? Для москвича-то тоже так же попал в такой вот. Эх. И, наверное, капец ему теперь уже не вылезти. Ползет что-то назад. Вообще, отсюда не вылезти. Я тогда москвич жаловался, что... Кстати, у него плоско... Плоско. Наверное, все, капец ему не вылезти. Все, он попался. Тоже, видишь, пределы у него есть. Ну, дизайн, какой дизайн? Дизайн. Как будто, кажется, кратер снегом засыпал. Но это не так, конечно. Воды там, к сожалению, нет. Хотя, может, от дизуаров комет что-то там будет. Но надо достать. Есть версия, что в некоторых кратерах там лёд-то есть. Лёд вроде как есть. А вот тут разве он не выйдет? Тут вроде как может и выйдет. Ну, видишь, пределы там по высоте у него тоже. Вот тут, наверное, вылезет. Да, вылезет. Кратер офигенно глубокий. Там Венера-то нормально. Там можно даже быть на легковушку спокойно гонять. В любом случае, в горных областях на Луне очень сложно где-то ездить. Так, и где мы? Да, до тарелки тут очень далеко ехать. Надо левее теперь стараться всё. Он нагозил на газа больше, чем вся атмосфера Луна имеет. Она же очень маленькая. Ну, как сказать, маленькая. Ну, тонкая. Надо знать очень. Вес её небольшой. Двадцать тонн вроде веса. Попробки желательно кратера. мотор лишь компактного так как нет тарелка давай давай туда заворачивай куда то далеко уезжаешь сейчас опрокинется более такая равнинная здесь ну давай сюда самое опасное в глубокий кратер пролететь можно и не вылезти как шибает камни ну как привет луна так куда едем-то так снова до 5 огромный кратер будет часто давно вот за ним уже будет где-то совсем тарелка недалеко а где найти там челнок его хрен найдешь но он вот или где-то вот здесь что ли черты узнает где-то там надо искать там тоже сложно сложная такая вообще местность но все равно понятно что пока вот это самое я думаю советский там ничего тоже не сможете ну да, посмотри сейчас сейчас пока экспедиция как говорится заражается можно будет заодно и другие посмотрите но я думаю там кто бы не выпал ну посмотрим пока только ХМТТ вот едет нормально вот кстати примерно надо в этом направлении D-80 он в принципе тоже едет но вот что о нем можно сказать он еле ползет там не удается я дальний с транс ют суши каратер что тут будет каратер суши давай по накаду у нас по бровке кратера сейчас проскочим проскочим через кратер проскочить да он конечно там не то что все такое ровное но в доделах он такой там весь и тут наверное все неровное на отдел специальные дороги наверное как-то вообще проехать буду утрамбовывать слушай опять куда-то не туда давай правее теперь стоп 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 тормози вот слушай вообще не управляем давай ка так еще может вылезть а слушай вообще если куда полетел надо сразу обновлять да зря сейчас это не сделал попал в спиратер не ну и че ты отсюда вылезешь Чё-то опять какая-то херня. Ну всё, падает чё-то. Ты вылезешь куда-то отсюда? Ты ещё раз жаловался на москвиче, чтоб плохо ехать. Но ещё молодец, чтоб такой кед не ехал. И даже такой мощный двигатель едва-едва двигает. Чё-то им теперь не вылезет. Так кто-то бы его выровнил. Вот, кстати, ПАО сзади открывается. Город традиционный. Спасит, это да всё. И вообще ещё не уходил кwillкет. Могу лезли. Конечно. Могу лезли. Могу лезли,When я не могу. Нет, помимо. Выполезли к нему. Нет, и не могу. Выполезли к нему. Город традиционно, так шипурит так отец смотреть куда дальше вот нажимай теперь короче говоря инсерт сюда кратер то вообще тут уже рядом избежать падения понятно что бывает что все равно не загонится на ликвиду как долина какая-то непонятная тянется наверно слушай левее надо блин тут опять какая-то хуйня я слышу куда начал падать это сразу лучше вылез правильно правильно тут уж совсем рядом где-то от тарелки типа нас отдала задать снизить тарелку нужна пока прижельцы не прилетели надо снизить тарелку удар вылезет здесь очень мощный тягач а тут коммунисты какой-то тягач хотели сделать им пришлось даже покрышки там все купить короче чтоб наката не было сразу влезет 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 какие-то русы ну где тарелка то давай смотреть так чуть чуть левее наверное и предупредит видишь что за смотри осторожнее не на танке это абсурд там еле ползёт только нас к мтт пока нормально это очень далеко ведь тарелка достигнет огромный молодец москвича чай я хоть тоже в принципе можно но глубокий катер свалился потянулись какие-то влуды сейчас опрокинется куда ехать налево надо налево где-то сраная тарелка как в гольфе надо найти лунку где она там валяется или вот она да да фиг тебе пока не нашел где тарелка-то зараза там что-то какое-то во во все нашел нашел у какая огромная жара огромная как кратер это видел ее с огромной высоты на самолете молодец туда вот от нее обломки то и лежат типа удачная поездка нашли тарел космический корабль пришельцев станови машину я не знаю как на фоне ее снятся еще надо думать пока вот так давай ну нашли тарелку молодец вот короче какие сложности надо было чтобы вот я примерно вы находился то вот кажется здесь вот этот участок преодолеть это заебешься а челнок я не знаю где-то где-то вот тут он окажется валяется вот не здесь же наверно будет где-то тут так сложная история но все тарелку мы нашли так вот этот масс о какой яркий ну чё он тебе покажут вообще вот советский тягач на традиционной сделано схеме вот у него кстати не особо классно внутри ну давай мазик показывай себе еще это не покажешь он лишь уже свалится смотришь ты скажем дотачиваю либо сделать не только светить может что-то фигово сон чё-то не говорится я думаю хуйня полная опрокидывается ну чё всё сдулся мазик давай мазик мы вообще не управляем мазик не будь то таким вот хоть марка объехал хорошо да короче это дерьмо короче а это чё нибудь теперь опять тягач скоро довольно интересное смотрим скоро Ну, я здесь, конечно, быстрее, чем у КАПТ-ТН. Правда, не умеет, что-то какой-то неустойчивый есть. Пьется на ровную подвеску. Хэмтос тогда доехал до тарелки. То есть он уже выполнил задачу, чтобы он смог доехать до тарелки. Масса пострался. Да, все, пиздец. А что-то как-то едет херово. Так, а Монстр Трак что-нибудь очередь даст? Монстр Трак. Видишь, он весь сделан на раме. Вообще пиздец. Он просто на дыбы встает, наверное. Пиздец какой-то. Да куда на такую пыль? Повстал на дыбы. Он, кстати, космический корабль пришельцев едет. Да. Монстр Трак обосрался изначально. А вот этот Трак-лап хоть что-то вообще нас что-то спасает. Ну даже этот, слушай, лучше едет. Хотя его жук-то занудит. Едет, но... Так себе. Ну и что, это поездка что-то? Ну и куда ты так уедешь? Да нам бы с кричей лучше ехать, чем манер. Ну что это? Вальс. Вальс. Нахрен ты сдал жил. Так, баги. Сейчас опять на дыбу встанет. Дыбы. Вон там тарелка видна эта. Да, ну. Результат ноль. Ну а фордовский. Это фордовский баги. Сейчас полетит. Вот в этот. Подвеска очень мощная. Да, блин. Встает нафиг на дыбу. Ее, конечно, подвеска бьет. Но этот, по крайней мере, хоть и не будет. А тот вон там сам с собой. Короче говоря, в фордовский. Что-то это наедет. Там что-то где вообще какая-то герня. Он отъедет. Фордик поехал. Так куда бедно, все-таки он едет. Так куда вообще не едет. Тут все-таки форда-то только передняя часть кабита осталась. Что-то, в кабинете, все. Может, мотор там уже. Впереди. Работа вся вообще не работает. Вот эта байка. Вот выяснилось, что она хрустит. Но голубы, я не знаю. Все, прокидывается. Дред знает. Видишь, оно похоже на насекомое, но у него только четыре колеса. Вот здесь вот, вот, а шесть у нас. Шесть она в руку. Блин, ну куда ты едешь? Сложно повернуть. Опять очень корясть под водой. Еще на попу оставим. Да. Короче говоря, этот вообще... Это все хуйня. Короче, только ХМТТ может нормально по-человечески ездить. Прокинусь тут тоже, конечно. Торелка вся вбита в ХМ. Мощная, могучая тарелка. Прокинулась. Размеры тарелки огромные. Я думаю, что она маленькая. Но нет. Размеры тарелки огромные. Вот все, я спустился непосредственно на дырку. Потому что она, наверное, металлическая. А смотри, как вот по ней какой-то странный материал. Смотри, как вот покрытия какие на ней следы оставляют. Странные. Это нижняя часть тары. Вот так вот. Удаляем. По ней мы выпросто. Все, что у вас строят. Так, как вот это, мы все доходим. Как вот в этой страны. Как вот так вот, что-то онEND. Под тарелкой. Сюда вот надо залезть. Сложно, конечно. Может и влезет. Чтую, чтую. Не хочет выезжать. Не выйдет. Не выйдет. Надо ставить. Проблемы себе не усложнять. Надо сразу же восстанавливать. Проблемы. Проблемы. Не выйдет. Сколько пыли-то подняло. Горелка вычлась из какого-то интересного материала. Скрипит, когда пыли полисуют двигатель. Ну вот, такой вид на летающую тарелку. Да. Теперь надо бы туда, в это море спуститься, но это тоже непростая будет, наверное, задача. ОК, гайд, не счастливее. Горная, это вопрос, очень сложная для пыли. Ну, у меня задача-то челнок, там у нас 5. Ну, тут быстро едем. Сейчас посмотрим, куда правильно едем, нет? Слушай, куда-то не туда, надо правей, правей. Не туда едешь. Значительно правей. Тут кратер. Ваша хлопка рассыпает. Ера. Черт. Тут кратер. Слушай, тут у нас тут спустя. Сейчас давай смотреть, куда провели. Так, хер пойми, ну, ну, двигайся примерно пока в прямом направлении. Там вот какой-то кратер. Ехать вот здесь, давай. Так, тоже кратер, вот не больше. Давай, уступим. Лучше, конечно, кратеры в глубокие поправки побежать и стараться не рискать, не спускаться. Просто нереально. Лучше, остановись. Лучше, нельзя накатку пускать. Лучше, глубокий кратер. Давай сюда, на борт. Городу на армпреды выделишь. Вот давай сюда. Наверное, на луноходе они. Лунохода в модели пока не купили. Так и обязаны, наверное, смотреть, куда они съехать. Хуя, хуя, хуя. Я че, подок не вижу. Луноход-то, кстати, тоже, пусть их колеса выиграл. Ну, и они, правда, какие-то дни пыльные были на подах. Вообще, я не знаю, ездил он там. Я это все с кассой. Восемь это ног, это паук. А шесть, это насекомое. Тут не очень проходимые такие конструкции, если честно. А в виде шаговхода оно вообще неудобно, наверное, пройдет. Когда оно как бы не едет, а еще и перепирает. Похоже, куда уход. Тут сложно все это сделать. Боже. Так, вот куда-то выехали. Главное, что куда не съехать. А тут вроде бы нормальное место. Это тоже, конечно, каратен, но... Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Так, куда мы едем? В случае, уже далеко куда-то продвинулись. Вот тут вот громадная зараза. Вот куда спускаться? Надо вот как-то... Или так, или сяк. Хрен пойми. КОНЕЦ Вот тут-то вообще ровное место. Относительно верно. Ну, ну нет, тоже, наверное, могут быть относительно ровные части, где должно быть больше, чем какой-нибудь гарпылином. Ну, главная задача челнок. Челнок, как-то сказать. Что говорить? Во, все, там море уже. Все, это уже спуск к морю. Во, все нормально сейчас спускаемся. Все, в общем, достигли, короче. Вот, слушай, там что-то есть. Ну, давай, что-то... Куда, кстати, съезжаешь? Ну, по этой долине. Все, в общем, море-то достиг. Потому что ХМТТ себя просто супер показал. Все остальное, это говно, короче. Ну, от на форта еще более-менее отъездил. Это мы уже спускаемся на морю. Море, как правило, все-таки ниже горных опостей. А и самое интересное, что ли на москвича сюда можно доехать. Правда, я с трудом, но вот. То есть, в Москвич себя очень и очень неплохо куда-то не полетел. Идим. Пересек очень горную... Колбасит его здорово. Как-то и выдержался. А, давай кончай этот полет. И бит, как паровоз. Д imaginar. Я в себя держу. Далее. Далее. Продолжение следует... 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 И, кстати, вот тут проще всего в это море-то проехать, а на москвича так и сделал. Спокойно проехал. Через горную-то область-то, конечно, не просто. О, им главный флаг в отрасли. Никакой задачи не ставим. Флаг самая веселая вещь. Вот я здесь съемку, москвичей. Вот так вот. Короче говоря, и начиним. Гонять можно очень быстро. Только что можно разбиться. Если же его нельзя резко поворачивать, иначе можно шибатнуться. Вот видишь, шибатнуться. Сразу ставим. Интересно, что они... Ну ладно, понятно, моря там, типа какие-то заливы, хотя там воды-то нет. Поназывали. Ну самое прикольное, что они там назвали болото. Какие, к чёрту, там полосы. Это более такие светлые области. Просто следы выбросов. При ударах. При ударах, когда кратер открывается. Светлые полосы говорят, что молодой кратерчик не заблуд. Курику. А самые старые у них уже заблуд. И у них даже грани какие-то неченькие. Как вот старый карет. У карета его вырыли, а вот тут такое взрывное. Что-то ёпнули, ёпнули. Бомб. От него следы, вещь, выбросов остаются. Потом всё зарастает. Уже только сам карьер остается. Кратер-то удобно. Потом уже и он сам заплывает. И порой сложно даже и обнаживаться. Ну, можно, конечно, если и не случайно. Но не сразу. Да, у нас с цепками. Видишь, куда едем. Какой-то отпустит. Место с довольно ровным. Макс-зип-то на этих картах какую-то... Вот эту ракету пытался пускать. Ну, и там полное дерьмо. Куда-то полетели. Как хватает. Но быстро гоним. И летим. Летим, 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 летим. Летим! Летим! На приземлении этого часа будет свистеть. Ох как! Ох как! А давай не будем это продолжать. 200 машин. Летим. Вот. Летим. Чтобы вас сегодня еще разntまず посмотреть. Так! Время иprint как снять. Летим! Летим! РукоAP! Летим! Летим! Все, Danke! Поехали! liquигрывают give этим рв Kenneth Yorrit. Время! Тут довольно-таки ровные места на севере. В принципе, так понятно, что тоже огромный кратик. Вологий такой. С горными областями не сравните, тарелка разбилась. Тут все равно будет такая небольшая горная область. Я хочу снова вернуться к челноку вот сюда и на этом, наверное, и закончить. Там, может быть, он москвичный уведет и в Волгу может уйдет. Но москвичный вообще в том габаритах, никого месяца. Ну, может, как-нибудь провести будет, испытания поставить. Жалко, что вы увидите горчане, как видим бортовую. Мазовский, что-то дерьмо полное. Херена, я на них не уехал. Предакторим. Можно еще поставить, посмотреть. Увести. По проходимости эта пуча всех. Пока что лицовая еще не будет. Продолжаем попытки до чёрнока пройти. Горы здесь небольшие, проблем не каячного случая. Проблем больших не состоит. Видишь, как громадная машина, я уже не знаю, сможет ли такая машина. Кстати, задние два колеса были уже, передние они уже поворотные. А вот коммунисты тогда орали, яхту 12 не скопировали. Кто-то написал, как мы скопировали, когда мы готовы и далее. Мы только убогую капельку сколотить могли, без вагонки. И опять полетели. И опять полетели. О, как он приземляется на подвеску. Кстати, нормально. Кстати, ничего ему даже и не произошло. Вот Шерчилл, вы видите, тягача-то козлы не сделали. Бортовой только сделали. Можно было бы к нему цеплять что-нибудь. Но, правда, вот вообще как тягач бывает. Борт-то открывается. Ну, уже скоро следующее море. Изобилие. Ну, в Москвич тарелку проехал. Не знаю, сложно. Ну, может и можно, но надо аккуратно. Может и москвичку скоро до тарелки даем. И до тарелки это надо, конечно. Там надо вещать нельзя повторять. И кракеры это и дальше будет. В среднем в листе. КМТТ-то могут быть. Какие я не знаю. Не факт, человек. Вот всё, морем. А это уже границы карты. Куда не дергать. Пройки. Аху, одни. Аху, одни. Сейчас свалишься. Мне надо сейчас на пробу. Сейчас остановит этот скат. Тут тоже кратит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, вот, все, я достиг буря. Давай посмотрим. Так, ну, место посадки челнока вот. Ну, здесь еще просто кратерная область. Тут, наверное, ничего интересного как такового нет. Просто, ну, какие-то полотоды и все. В общем, короче, я скоро прибуду. По самому морю-то я, как спокойно буду. Даже больших, в общем-то, и задумок нет. Интересно, как в виде тягача. Так же 4-гостный или вот 2-гостный становится, когда тягач-то. А вот, все, я уже вижу челнока. Я уже до челнока не долечу. Ну, сюда можно и на москвича, в принципе, доехать. Что-то не сложно по северным пластям ехать. А вот по тарелке, конечно, надо там очень аккуратно быть, если бы полку сбоги и короняк. То есть туда не выехать. Вообще, по проходимости, вот это пока самая крутая москвича. Хотя, вот я не знаю, но в лунапу она, наверное, уже получится. Чего-нибудь с ней. И нет, у нас тут. По морю, видишь, сбора себе ароматная. Вот это знаменитая его аромата, смотри как. Приводы к каждому колесу. Тюба такая. Уже приближаемся к челнока. Все, главное, челнок, ладно. До него, оказывается, не сложно доехать. А вот доехать, да. Тарелки очень непросто. Давай накат уменьшись. Как наката не было, инцент восстановления начинается. Особенно в горных апостях, это как важно, чтобы в каратер не попасть. Вот обязательно положу, чем можно. Это как фантастический фильм. Там он был якобы чуваказом, пусть били в космос. Из-за ошибки он якобы там замерз. И летал долгие годы, пока его какие-то пришельцы очнулся на корабле пришельцев. Вот такой вид у челнока. Так что ХМЦТ это самая крутая из всех машин. Это даже и спорить об этом нечего. Остальное это все так. Фиг да нифига, короче. Вот здесь мы и находимся. А еще я как бы получается год к тарелке проехал и как-то... Вот как-то так что ли спустился. Тут вот огромные кратеры везде. Наверное, область очень сложная для поездок. Ну ладно, молодец, в общем. Такая лунная карта.